Носите перчатки и маски. Надевайте перчатки и маску в транспорте. Носите маски и перчатки. Берегите себя и окружающих. Носите маски и перчатки. Вы наверняка сотни раз слышали эти объявления в транспорте. Но задумывались ли вы когда-нибудь о происхождении слов, обозначающих эти всем так надоевшие предметы – перчатки и маски? Думаю, что нет. Поэтому, надеюсь, вам будет это интересно сегодня узнать здесь, на канале Постметро. У микрофона Евгений Матусов. Слово маска звучит почти одинаково во всех языках индоевропейской семьи. Маске, мэск, маск. В языковедении это, как ни странно, сигнал того, что слово было заимствовано из других языков и заимствовано довольно поздно. И хотя в латыни уже было слово «маска», в ней оно появилось только в нашей эре. И если бы жителей развалившейся Римской империи, а потом и средневековых итальянцев, заставили бы носить маски, то маски эти были бы, конечно же, черные. Дело в том, что связана маска со словом «маскаро» в романских языках, покрытой сажей черной. Думаю, женщинам даже и не нужно объяснять, что такое маскаро. А самим словом «маска» могли назвать и ведьму, естественно, тоже черную. Причем эту ведьму в каком-нибудь обряде или спектакле мог играть человек в черной маске, ведьму эту изображающей. Такой спектакль мог быть и комедией, потому что часть лингвистов считает, что маска пришла в латынь из арабского. В этом языке «маскаро» – это насмешка. Другие лингвисты им возражают, утверждая, что слово это пошло из баскского, этого древнего языка, который всегда был как бы сам по себе. В баскском слово «маскаль» обозначает всякую черную гадость, помет на улице или испачканную грязью каемку платья. Я скорее за эту версию, так как вся эта грязь близка с чернотой сажи, а значит и с черной маской. Но есть еще и третья гипотеза – она подойдет, если ваша маска сделана из нескольких слоев сетчатой ткани. «Мэш» в английском – это ячейка сети или сетки. В немецком – это «маша». Очень похоже, потому что это слово появилось в германских племенах. В шведском маска, собственно, и есть такая сетчатая ячейка. Происходят все эти германские слова от праиндоевропейского корня «мэзг» – «вязать». Так что если вы связали себе маску и потом натянули ее на лицо, то поступили правильно. Хотя семантическая связь сетки и маски, как мне кажется, уж слишком натянутая. С перчатками все более разнообразно. По-английски – перчатка «глав». Произошло это слово от протогерманского «галофо» – покрытие для руки. Причем «га» – это префикс, указывающий на такое покрытие, а «лофо» – рука или ладонь. От этого корня в русском пошло слово «лапа» после перелопачивания согласного звука «ф» на «п». И «лопата» кстати тоже. Немцы, правда, не стали возиться с ладонью и просто обозвали перчатки «хандшуэ», то бишь обувью для рук. Звучит по-немецки грубо, то ли дело «рукавицы». А вот в русском языке перчатка родственна не рукам и лапам, а пальцем, перстом. Ведь оно восходит к прилагательному «перстатой», то есть пальчатой. Ну а перст – слово очень важное и можно сказать первое. Поменяем «п» обратно на «ф» и получим «first» – первый по-английски. Или «фирст» – возвышающийся гребень или конек крыши в немецком. А все потому, что слово это на самом деле из двух частей. Первое – «пер» – что-то выделяющееся, впереди стоящее. «Ст» – уящее. Вот вам и вторая часть. Носить перчатки в транспорте легче, конечно же, зимой. И может быть, вы тогда предпочтете надеть варежки. Или «вареги», как они назывались раньше. То ли это были варяжские рукавицы, то ли слово это пошло от глагола «варите» – «защищать», «охранять», «беречь». Сам этот славянский глагол в русском языке уберечь, увы, не смогли, а вот родственники его – «предварить», «вратарь» – остались. Но в любом случае получается, что варежки, варяжские или нет – надежная защита. И если не от коронавируса, то от холода уж точно. Чего нельзя сказать о масках. До встречи в эфире.